Так, товарищи, по трёхточечной навеске Уралец. Ну и вообще не обязательно только Уралец, а вообще трёхточечной навеске. Я посмотрел видео, прежде чем её делать. Ну, наверное, весь Ютуб сидел мониторил, в охране делать же нечего. Вот два месяца сидел и сутками, можно сказать, смотрел Ютуб. И я скажу так, я по трёхточке, ну, наверное, сам большой специалист, теоретический. Вот, я посмотрел канал Лёшки Раздорбарова. Я посмотрел Евгения Пермякова, даже с ним связался. Говорю, откуда вы размеры какие берёте? Он мне посоветовал книгу по постройке тракторов. Я нашёл эту книжку, я скачал. Я всё делал именно размеры, брал из, ну, как положено, из источников. Навеску я купил с той целью, чтобы по-быстренькому собрать, повесить флух и поехать пахать. Ну, так как, сказать, есть деньги, но нет времени. Вот, я столкнулся с тем, что она не поднималась. Значит так, упиралась здесь вот, вот в эти полки. Я сейчас взял, подложил шайбы, ну, то есть вот широкой частью, ну, как я изначально начал собирать, то есть я узкую поднял наверх, а широкой частью я подложил шайбы и, в общем, я рассчитываю так, чтобы вот эти шайбы позволяют как раз не цепляться за эту полку. Я начинаю поднимать, она всё равно упирается. Я нашёл, где она упирается. Вот здесь отверстие, вот в этой штуке, в верхних тягах. Вот эти шплинты, которые идут родные, они-то, в принципе, на 12 отверстий, и они так плотно проходят. Так вот, я сейчас вместо этих шплинтов поставил восьмёрочки. И смотрите, опа-на, анавеска-то поднимается. То есть вот в этих местах отверстия недостаточно большие. Смотрите, сейчас показываю, вот на восьмёрке. Хоп-на, идёт наперекос. Во-первых, сама тяга идёт наперекос. Её надо переваривать как-то. Но дело в том, что вот если так смотреть, она практически параллельна. Ну, то есть, верхняя тяга и нижняя, они параллельны. Но при подъёме, при подъёме, вот она перекашивает, и вот эти отверстия, они упираются своими кромками. Как устранить вот эту беду, я ещё пока не знаю. То есть, просверлить больше отверстия, это само собой. Ставить сюда ШС, но он тут, блин, и нафиг не нужен, этот ШС, который здесь. Вместо вот этой вот тяги, вместо вот этой тяги, варить рулевой наконечник. Может быть, когда на наконечнике она будет свободно ходить, болтаться и подниматься. Но опять же, варивать рулевой наконечник надо хороший, какой-нибудь от УАЗа. Ну, не Жигулёвский, во всяком случае. Ну, в общем, вот такая вот загвоздочка. Оказывается, не так просто собрать трёхточечную навеску, зная все теоретические моменты. Но, вот, малейшие какие-то оплошности, они к тому приводят. Но, на данный момент я уже понял, что навеска у меня поднимается, в принципе, на достаточную высоту. Вот. Теперь осталось рассверлить эти отверстия большим диаметром. Ну, и, в принципе, наверное, так и оставлю. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!